Век просвещения Восемнадцатый век, век просвещения. Это период истории между английской 1648 года и великой французской 1789 года революциями. Просвещение — это историческая эпоха в развитии европейской культуры и мощное идейное течение, основанное на убеждении в решающей роли человеческого разума. Просветители принадлежали к различным слоям общества, разным сословиям. Среди них были представители торгово-промышленных кругов, служащие, аристократы, дворяне и духовенство. Общие цели и идеалы объединяли этих очень разных людей. Выступление против феодальной собственности и абсолютизма, распространение идей общественного равенства и личной свободы, веротерпимость, борьба за широкое распространение знаний и просвещение народа. Мыслители стремились проявить себя в разных сферах — политике, общественной деятельности, образовании, литературе, науке, искусстве. Их отличало понимание необходимости просвещения народных масс и вера в возможности и силы человека. Порой они спорили друг с другом, и в результате между ними рождались учения, которыми мы пользуемся и сегодня — о разделении властей и правовом государстве, о правах человека и гражданина, о демократии и гражданском обществе. Английского философа Джона Лока принято считать родоначальником идей просвещения. Он создал учения о естественных правах человека — праве на жизнь, свободу и собственность. Для гарантии этих прав люди заключают общественный договор, по которому государство охраняет права и свободы, а если они будут нарушены, то народ имеет право свергнуть или изменить власть. Один из основателей теории общественного договора, английский философ Томас Гоббс, представлял государство как порождение сознательной деятельности людей. Его главная работа — левиафан, в которой выдвигались идеи идеального государства. Неограниченная монархия — идеал государственной власти. Государство должно брать на себя обязательства перед людьми. Все люди от природы равны друг другу. «Наблюдающееся неравенство введено гражданскими законами», — говорил он. Экономические теории просвещения были отражены в работах шотландского экономиста и философа Адама Смита. Он утверждал, что главный источник благосостояния народа — это труд, а конкуренция играет большую роль в развитии общества. Духовным центром просвещения стала Франция. Одним из выдающихся просветителей XVIII века является Шарль Луи Монтескье. Главная его идея — идея разделения властей — законодательной, исполнительной и судебной. Законодательная власть должна принадлежать народу, выбирающему парламент, в котором представлены различные слои населения, судебная — независимым судьям, а исполнительная — монарху, назначающему правительство. Особое место у него занимала идея свободы. Свобода — есть право делать все, что дозволено законом. Сторонником просвещенной монархии выступал французский писатель и философ, иностранный почетный член Петербургской академии наук с 1746 года Вольтер. «Самое большое счастье для людей, — заявил он, — когда государь — философ». Мыслитель был непримиримым противником феодальных порядков и деспотизма. Разоблачая церковь, Вольтер признавал «необходимость религии для народа и существования Бога». Против социального неравенства и королевской власти выступал французский писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо. Государство, по его мнению, может возникнуть в результате договора свободных людей. На общественную мысль и литературу многих стран оказали влияние идеи Руссо. Критика городской культуры и цивилизации, культ природы и естественности, предпочтение сердца разуму. Идеалом мыслителя была демократическая республика мелких собственников, где все необходимое производит для себя каждая семья. Одним из организаторов энциклопедии наук, искусств и ремесел, 35 томов, был французский писатель и мыслитель, иностранный почетный член Петербургской академии наук с 1773 года Дэнни Дидро. Его статьи поднимали важные вопросы общественной жизни, науки, религии. Энциклопедисты говорили о бедственном положении крестьян, о том, что барщина является злом, выступали против богатства церкви. Они пропагандировали идеи просветителей, новые политические идеи. Авторами энциклопедии были Руссо, Вольтер, Монтескье и многие другие просветители. В энциклопедии была объявлена непримиримая борьба с католической церковью. Просветителей возмущало стремление последней подчинить общественную мысль цензуре. В статье об иезуитах было написано, «В этом ордене разум соседствовал с фанатизмом, набожность с безбожием, суровость нравов с распущенностью, наука с невежеством». Самым ярым противником церкви выступал Вольтер. Ему принадлежит знаменитый призыв, направленный против религии и церкви, «Раздавите эту гадину». Такие позиции просветителей не находили поддержки у властей, и поэтому многие из них были в немилости. Вольтер сидел в заключении в Бастилии, а Дидро — в Винсенском замке. Жак Тюрго, генеральный контролер финансов, так называли во Франции министра финансов, считал необходимыми проведение экономических реформ, которые разрушат старую традиционную экономическую систему. Он выступал за полную свободу конкуренции, свободу хозяйственной жизни, за упразднение средневековых ремесленных цехов и купеческих гильдий, за реформу налогообложения. Просвещение дало толчок развитию образования. Например, король Пруссии Фридрих II и австрийский император Иосиф II ввели в своих странах общее начальное образование. Однако идеи просвещения охватили лишь незначительную часть населения. Верными, по мнению мыслителей, были только те знания, которые добыты собственным умом и наукой, а не те, что основываются на традициях и народной мудрости. Народные верования считались предрассудками, а народная жизнь — проявлением отсталости и косности. Если мыслители рассматривали проблемы политического и общественного устройства и экономического развития государства, то писатели-просветители изучали поведение человека или общества, его нравы. Героем Даниэля Дефо стал Робинзон, человек, который своим трудолюбием и умом достиг всего. Другой английский писатель Джонатан Свифт в романе «Путешествия Гулливера» пытался показать недостатки идей просвещения. Был создан образ Гулливера — нормального человека, по отношению к которому великаны и лилипуты выступают уродливым искажением действительности. Герои Пьера Бомарше — простые люди, которые своей человечностью, умом и трудолюбием противопоставлялись аристократам. Герой его комедии «Женитьба Фигаро» — обаятельный слуга, который был самым смышленным человеком нации, высмеивал глупцов, не робел перед злыми, смеялся над своей нищетой. Иоганн Гетте и Иоганн Шиллер своими литературными произведениями стремились воспитать людей сильными, добрыми, способными противостоять существующему строю. Художники эпохи просвещения опирались на традиции искусства Возрождения. Стиль Рококо зародился в среде французских аристократов. Его основоположником был Антуан Вато. Он отдавал предпочтение так называемому галантному жанру, изображая романтические свидания, праздники, писал также портреты, пейзажи, которые отразились в его произведениях «Капризница», «Общество в парке». Первым ввел в моду небольшие эскизы и рисунки Франсуа Буше, «Купание Дианы», «Туалет Венеры». В стиле просветительского реализма работал французский художник Жан-Батист Симеон Шарден. У него лучшие жанровые сцены, описывающие жизнь простых тружеников. Прачка, маленькая учительница, молитва перед обедом. Жан-Батист Грёс использовал искусство как средство нравственного воспитания человека. В известных работах «Балованное дитя» 1765, «Посещение священника» 1786, главное внимание Грёс уделяет подробному повествованию, из которого обязательно должна следовать мораль. Говоря о культуре эпохи просвещения, невозможно не остановиться на музыкальном наследии XVIII века. Творчество Иоганна Себастьяна Баха считается вершиной церковной музыки. Он вошел в историю как непревзойденный мастер духовной органной музыки. Одним из величайших творений Баха стали «Страсти по Матфею» — грандиозное органное произведение на сюжет Евангелия от Матфея. Произведения Вольфганга Амадея Моцарта отличаются многообразием форм. Сонаты, мессы, симфонии, оперы, инструментальная музыка, многогранностью и единством стиля. В каждой из 50 симфоний, созданных Моцартом, музыка передает сильнейшие душевные чувства и переживания человека, воплощает героические характеры и поступки. Особой популярностью пользуются три последние симфонии Моцарта — тридцать девятая, сороковая, сорок первая. Итогом творчества композитора является гениальный реквием — заупокойная месса, написанная на текст католической молитвы, которая продолжает традиции великих предшественников Моцарта. Духовным наследником Моцарта считал себя Людвиг ван Бетховен. Музыкальное наследие Бетховена удивительно разнообразно. Им созданы пять концертов с оркестром, тридцать две сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели, девять симфоний. Идеология просвещения находила выражение в разных направлениях общественной мысли, литературы, изобразительного искусства. Влияние идей было столь велико, что многие монархи стремились проводить их на практике. Поощрение промышленности путем снижения налогов, ограничение роли церкви в делах государства, меры по развитию образования и науки. Наиболее последовательно притворяли в жизнь эти идеи австрийские монархи Мария Терезия и Иосиф II, король Испании Карл III, прусский король Фридрих II, российская императрица Екатерина II в первый период своего правления. Принципы просвещения были положены в основу Американской декларации независимости и Французской декларации прав человека и гражданина. В истории нового времени просвещению принадлежит очень важное место. Его идеи обозначили новый этап духовного и общественного развития Запада. Эти изменения стали идеологическими предпосылками революций в конце XVIII века. Редактор субтитров А.Семкин, Thatsinn lion